I'm blue labudila buda, na-na-na-na-na-na, labudila buda Zna-na, labudila buda dynaud태 Zna-na, labudila buda,��i aukaade Zna-na, labudila buda, tinua buda, qpbf2. не заносится. В общем, кастомизации масса, роликов много. А что если, например, я, посмотрев эти ролики, захотел приобрести себе руль, но я ограничен в бюджете? В общем-то, это руль от Trust Master, который находится у меня под мышкой, и я купил всего его за 20 евро. Это очень низкая стоимость, но давайте сегодня поднимем очень важный вопрос. А нужно ли покупать дешевые рули? Что они нам могут дать, а что не дать? Является ли это первой ступенью для того, чтобы войти в мир и гражура, чтобы в дальнейшем купить какие-то более профессиональные решения? Либо это хрень, которая максимально испортит впечатление от геймплея, и вы больше никогда не купите себе руль. Давайте вместе разберемся. Руль я уже подключил, какая-то первоначальная настройка автоматически произошла, драйвера установились, ничего с сайта дополнительного я не скачивал, хотя перед тем, как запустить Dirt, конечно же, я скачаю, обновлю драйвера, чтобы они были актуальны, и у вас не было лишних вопросов. Здесь есть тумблер, который переключает режим работы руля с компьютера на PlayStation 3, у меня само собой стоит на компьютере, и давайте посмотрим, как это, вот в принципе, как весь геймплей, весь игровой процесс выглядит у профессионалов. у меня сейчас перед вами стоит очень сложная задача, объективно рассказать про дешевый руль, но это практически невозможно без обзора того устройства, которое передо мной. Я думаю, что все то, что я скажу про него, будет применимо и про другие рули. Хотя вы можете со мной не согласиться и некоторые моменты будут действительно уникальны. но окей, качество сборки. Все рули в ценовой категории до там двух-трех тысяч рублей, я думаю, что плюс-минус будут отвратительного качества по сборке. Здесь у нас большие зазоры, можете обратить внимание, надеюсь, что будет видно. Сам по себе руль и по горизонтали, и по вертикали довольно сильно люфтит. То есть, кстати говоря, я проверяю люфт. Нет, у нас в игре это не отображается. Еще здесь очень плохая нулевка, нулевое положение. То есть, как вы видите, я шатаю руль. Забавная фраза, да? А в игре у меня нет никакой, ну, практически никакой отдачи. Это, кстати говоря, очень похоже на реальный опыт вождения Lada Priora. У меня была какое-то время назад эта машина. Просто отвратительная. То есть, ты на скорости едешь, вот так вот руль вертишь, а у тебя колеса не двигаются. В случае какой-то стрессовой и непонятной ситуации, конечно, ничего уже не сделаешь. Теперь давайте обратим внимание, как руль поворачивает. У нас тут 180 градусов. Повернули направо. Повернули налево. Вообще забавно, да, выглядит? Это очень-очень комичная ситуация. Прям очень комичная ситуация. И у меня руль начал уже выходить из стола. Хотя я затягивал его очень сильно. Не знаю. Какая-то непонятная дичь. Ну, окей. Ладно. В чем фишка? Вы можете обратить внимание, что руль поворачивается рывками. Само собой это происходит из-за того, что у нас здесь 180, а там 260 градусов. То есть, в автомобиле в игре Dirt 4 у нас руль поворачивается на больший угол. И это нормально. То есть, я к чему это? Учиться на этом руле неправильно. Потому что ваш мозг будет воспринимать угол поворота в 180 градусов как нормальный, как правильный. И когда вы купите после этого руля G29, у вас мозг просто откажется воспринимать нормальный за нормальный. Он вам скажет, нет, вот тростмастер за 20 евро, 180 градусов, самое то. Мы с тобой привыкли. Мы на поворотах вот так поворачиваем. Все, мы привыкли. Нам не нужно больше. Зачем нам Logitech, который требует реального вот такого поворота? Нет, нет, друг. Если мы так повернем, у нас получается полный разворот. Мозг это такая штука, которая очень сложно адаптируется. Ну то есть, и просто, и сложно. Вот сейчас, как вы видите, руль вообще забаговал. Я просто его не трогаю, а у меня есть какая-то анимация движения. Если есть у вас возможность приобрести руль с углом поворота 360 либо 720 градусов, берите лучше такой руль. Потому что, когда вы перейдете, например, опять-таки, на пресловутый руль от Logitech либо от Rustmaster какой-нибудь, относительно топовый, вы просто заметите скачок в производительности, в качестве и к более, я не знаю, к какому-то реальному фактору, к реализму, что ли. Педальный узел. Нет, нет, не смотрите на мои ноги, у меня не педальный узел. Вот, собственно, он на ваших экранах. Проблема в чем? Есть у нас с вами педаль газа. Я ее нажимаю. Ну, относительно легко нажимается. Можно нажать. То, что касается тормоза, в дирте у нас тормоз это и тормоз, и задний ход. Она нажимается достаточно туго. То есть, когда мы с вами нажимаем ее, нужно прилагать достаточно большое усилие. Поэтому вот все это добро лучше припирать к стенке. А почему лучше припирать? Да потому что, когда мы с вами кладем ногу на педальный узел, нажимаем на газ, у нас, сами видите, есть небольшой перевес. Это на газе, а на тормозе... И поверьте мне на слово, я не хочу вам показать, что все настолько плохо. Ну, все действительно плохо. То есть, сам педальный узел елозит направо и налево постоянно. Если мы с вами перевернем его, можем посмотреть, что здесь есть не силиконовые, какие-то полутряпичные... Не знаю, короче, как называется этот материал. Не помню, честно говоря. В общем, есть вот у нас такие ножки, которые нихрена не помогают. Не помогают они ни на линолеуме, ни на ламинате. Если у вас ковер, но я еще не знаю, у кого ковровое покрытие на весь пол, то вам повезло. И там, конечно же, елозить не будет. Есть здесь специальное отверстие, для того, чтобы этот педальный узел вмонтировать, например, в сидение от компании PlaySeed, по-моему, называется. Там специальные есть фиксаторы, для того, чтобы все это дело не болталось. Но, блин, йоу! Кто будет покупать PlaySeed за десятку, когда у него руль стоит чуть больше косаря. Давайте мы с вами теперь попробуем проехаться. Для тех, кому интересно, поставлен или выставлен у меня режим реализм. То есть, никаких помощников нет. Единственное, у меня коробка передач автоматическая. Потому что, ну, скажу честно, управлять лепестками, ну, блин, вообще неудобно. Лепестки полное говно здесь. Ну, полное говно. Оу. Ну, неплохо. Еще чуть-чуть, и мое видео попадет в подборки лучших везунчиков в ралли 2019. Вау. Не, на самом деле, я вот уже не первую гонку прохожу. Я думал, что сейчас с комментариями у меня вообще ничего не получится. Ну, то есть, я сразу же в первое дерево влечу. Но могу сказать, что дирт, в принципе, такая довольно, я не знаю, довольно уступчивая, что ли, игра. Резюмируя, кому этот вариант может подойти? Для ребенка, который хочет просто руль – да. Для человека, который хочет получить удовольствие от вождения – нет. Для человека, который хочет получить хороший вариант за низкую стоимость – тоже нет. По итогу, он не подойдет практически никому. Потому что, исходя из его особенностей, нужно играть только с его использованием из раза в раз, тренироваться. И тогда вы, действительно, будете показывать неплохие результаты, даже с учетом его недостатков. Но! У меня на компьютере есть и Battlefield, есть и Pup, который я искренне ненавижу, но он, тем не менее, есть. И если я, например, играю в одну, во вторую игру, катаюсь на реальной машине, потом снова руль настраиваю, ставлю сюда, запуская игру, тот же самый дирт. У меня в голове не получается максимально быстро перестроиться, что вот этот угол поворота является реальным. Ну, что-то такое. Ну, это же полная хрень. Ну, почему нельзя было сделать больше? Ну, 180 градусов. Вы серьезно? И, действительно, в низком ценовом сегменте, в сегменте дешевых рулей, очень много рулей вот именно таких. Я не понимаю, зачем они это сделали. И это, блин, вот что это такое? Ну, это максимально смешно. Такие рули, друзья, брать не стоит. Сэкономьте свои деньги, пойдите, я не знаю, в перекресток, купите себе сыра вкусного и останетесь довольны. Не нужно, не нужны вам эти рули. Это полный кусок говна. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пишите свое мнение в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok